Вести Карачаева, Черкесия В республике стартовала кампания по приемке детских садов, школ, организации дополнительного образования детей и колледжей. Межведомственная комиссия Минобразования проверяет в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям к помещениям антитеррористической защищенности, обеспечена ли безопасность передвижения детей по дороге в школу, есть ли в наличии необходимые учебные пособия и готов ли педагогический коллектив к началу нового учебного года. В 23 школах Карачаева, Черкесии продолжаются масштабные преобразования по комплексной федеральной программе капремонта школ. К 1 сентября текущего года в 18 школах завершатся мероприятия по капитальному ремонту. Кроме того, 1 сентября откроется новая школа на 165 мест в ауле Гирильдюк Усть-Джигутинского района. К работе приемочных комиссий во всех 12 муниципальных образованиях республики привлечены представители регионального штаба родительского контроля. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джимиля Устенова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства лучший учитель родного языка и родной литературы, который проводится впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании урок, провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. В Карачаево-Черкесии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, инициированная президентом Российской Федерации. В рамках данной программы в станице Преградной Урупского района стартует строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Она будет оборудована в соответствии с современными стандартами и оснащена новейшей техникой для диагностики, чтобы специалисты могли на ранних стадиях выявлять опасные патологии. Врачебная амбулатория в Преградной – это один из пяти объектов здравоохранения, на которых ведутся работы в населенных пунктах Карачаева-Черкесии в этом году. Наряду с этим стартовало строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьска, ФАПа в ауле Верхний Учкулан, а также капремонт Малокарачаевской районной больницы и Тибердинской участковой больницы. Всего за последние годы в Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения. Марья Черкеска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию республики и принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте активных горожанин, загрузить в раздел «Конкурс фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории», а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии Черкеска Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В Карачаевском районе в рамках нацпроекта «Экология» завершились работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Накопленные за десятилетия отходы рудника ранее представляли собой источник загрязнения окружающей среды и питьевых вод. Последним этапом здесь посадили луговые травы и обустроили водоотводные канавы. Проведенные мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде позволили вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни для более чем 26 тысяч человек. Рекультивированные участки планируется использовать для сенокоса и под выпас скота. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой «Про знания КЧР», направленной на повышение качества знаний в востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа «Про знания КЧР» – проект Министерства по делам молодежи, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расип Апшов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Мошенники выманили у пенсионера из Черкесии 800 тысяч рублей на решение проблем его дочери, якобы совершившей ДТП. 85-летний местный житель рассказал в полиции, что ему на домашний номер телефона позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь попала в серьезное ДТП, в связи с чем нужны денежные средства в размере 250 тысяч рублей для операции по страдавшей стороне. Пожилой человек, испугавшись за судьбу дочери, согласился на передачу денег и сообщил свой адрес проживания. Далее в назначенное время жена пострадавшего передала 250 тысяч рублей неизвестному, который переехал за деньгами. Несколькими часами позже мошенники, поняв, что пенсионер не распознал обман, в течение нескольких часов под различными предлогами, связанными с ДТП, вынудили передать им денежные средства в размере 250 тысяч рублей и 300 тысяч. Общая сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 800 тысяч рублей. Полиция разбирается в обстоятельствах совершенного преступления, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. И еще один случай мошенничества выявлен в Черкесске. В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, проживающая в Усть-Джигуте. Она пояснила, что и на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем, и пояснил, что участник террористических действий, которые находятся на учете правоохранителей, оформил на нее кредит в одном из банков Черкеска и пригласил проехать в республиканскую столицу для получения данного кредита и последующей установки запрета на дальнейшее получение кредита третьим лицом по доверенности. Пожилая женщина, находясь в шоковом состоянии, оформила кредит и по указанию мошенника перевела денежные средства на указанный им номер банковского счета. В рамках операции МАК сотрудниками полиции задержан житель Карачаевска по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Сотрудниками правоохранительных органов на западной окраине Карачаевска задержан 38-летний местный житель. При виде сотрудников полиции мужчина попытался выкинуть бесцветный полимерный сверток. Задержанный пояснил, что в данном свертке находится наркотическое вещество, которое он приобрел через сеть интернет. Оперативники Карачаевска также задержали подозреваемых в незаконном хранении героина. В Карачаевске была обнаружена автомашина УАЗ под управлением 31-летнего жителя аула Каменомост. В машине также находились трое жителей Тиберды. При осмотре транспортного средства в салоне обнаружены изъяты четыре медицинских шприца с жидкостью светло-желтого цвета, предположительно с наркотическим веществом. Один из пассажиров, 26-летний житель Тиберды, дал признательные показания. Он пояснил, что в данных шприцах находится наркотическое средство героин, которое он приобрел через сеть интернет в тайнике в закладке в городе Карачаевске. В минувшую субботу на автодороге Усть-Жикута-Кисловодского ауле Эль-Таркач водитель автомобиля Ниссан-Премьера, 48-летний житель поселка Красный Курган, допустил наезд на малолетнюю жительницу аула Эль-Таркач, которая выбежала на проезжую часть автодороги. В результате ДТП ребенок госпитализирован в детскую больницу Черкеска. По данному факту, полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествий. Водитель был трезв. В Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкеска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего в установлении лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря этому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись в длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. С 1 сентября текущего года начнет действие «Дачная амнистия 2.0». Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии моему коллеге Мару Тикееву рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется «Дачная амнистия 2.0». Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Благодаря нацпроекту «Демография по всей России» сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В СКФО этим занимается Северокавказский институт филиал РАНГИС. Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей до школьного возраста, в возрасте до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала РАНГИС Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. В Карачаево-Черкесии продолжается надзорно-профилактическая операция «Урожай». Инспекторы территориальных отделений надзорной деятельности и профилактической работы по Хабесскому и Абазинскому районам провели профилактические ряды по полям и местам хранения зерновых культур. В ходе процесса уборки урожая руководителям сенхозпредприятий рекомендовано принять дополнительные меры безопасности, направленные на сохранение урожая. Перед созреванием колоссовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. Сотрудники МЧС довели до сотрудников агропромышленных предприятий информацию о том, что запрещается выжигание сухой травянистой растительности стерни пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведения костров. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на них инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Карачаевскому городскому округу совместно с представителем администрации аула Нижняя Мора организовали профилактические инструктажи с населением. Сотрудники МЧС провели разъяснительную работу по основным требованиям пожарной безопасности. Посетив жилой сектор, представители пожарного надзора раздали памятки по пожарной безопасности предупредительного характера, а также напомнили жителям основные требования пожарной безопасности в быту. Порекомендовали им не оставлять детей без присмотра, предостеречь их от неосторожного обращения с огнем, а также научить, как действовать в случае возгорания и как вызвать пожарную охрану. Аналогичные мероприятия сотрудники госпожнадзора провели и в Черкесске. В ходе подворового обхода специалисты разъяснили горожанам основные правила пожарной безопасности, вручили памятки и указали на проблемные места, где может случиться возгорание. Торжества по случаю Дня культуры народа Абазы состоялись в Черкесске в минувшую субботу. Праздничная программа была организована в Парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для гостей праздника была развернута экспозиция традиционных ремесел и кухни Абазин, оформлен Абазинский дом и волонтерская площадка для детей и молодежи. Вечером в амфитеатре парка прошел концерт и праздничный салют. На курорте Архыс в отеле «Горная роза» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии открылась благотворительная арт-выставка современного и традиционного искусства и диджитал-арт. Это образовательный проект студентов МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, РЭУ имени Плеханова из Карачаева-Черкесии. На базе фестиваля проходит арт-выставка художников Северокавказского федерального округа. Помимо этого, в рамках фестиваля проходят такие мероприятия, как мастер-классы по разным творческим направлениям, кулинарии и танцам, экскурсии по Архызу, киновечера, а также лектории, на которых выступают спикеры из различных областей и освещают интересные темы – течение современного искусства, модную индустрию, фотоискусство, здоровье тела и духа, зарубежное образование, кавказское гостеприимство и личный бренд. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов СКФО и Южного федерального округа. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативные индустрии. О подробностях рассказывает директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкеский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. Это были главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия общежития от срочка от армии с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист-экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!